Раз, два, три, четыре, пять. Вы можете, дорогие мои, спокойно и прекрасно заниматься, но у вас могут возникать вопросы. И одни из последних выпусков 900 секунд успеваете до 26 июля, дорогие мои, эти вопросы задать. Итак, первый вопрос на сегодняшний день. На какие моменты нужно обратить внимание, когда мы запоминаем оттиск того состояния, когда приходит решение? Есть такая методика, дорогие мои, в программе «Мастерская характера», когда мы берем какую-то черту характера или какое-то настроение, какое-то состояние и запоминаем ощущения в теле. Ну, не секрет, что когда человек, допустим, испытывает состояние прилива сил, бодрости, силы, могущества, у него такое ощущение, как будто его поднимают вверх и расширяют его плечи. В состоянии горя, соответственно, другое состояние, другое ощущение в теле. Это мы называем словом «оттиск». На что обратить внимание? Ну, вот на ощущение в теле и обращайте внимание, дорогие мои. Что чувствует ваше тело в том или ином эмоциональном состоянии при проявлении той или иной черты характера или когда вы принимаете правильное решение? Такое вот состояние легкости, уверенности, такой кураж, такое состояние победителя. Вот что чувствует ваше тело, когда вы в состоянии победителя? Очень простой вопрос, очень хороший и очень простой ответ. Подойдет ли маточное молочко сухое в гранулах? Нет, к сожалению, не подойдет. Это настолько сильный и настолько мощный продукт, что только живым и только в замороженном виде и даже полчаса в тепле не держите. Маточное молочко я всегда рекомендую потреблять утром, потому что перед сном оно может испортить вам сон, дает исключительно много энергии. Итак, вы берете полотенчика, достаете свою маленькую стеклянную баночку из морозилка, не руками, а через полотенце. Берете длинный острый ножик, суете этот острый ножик в эту баночку и на кончике ножа достаете себе размером с спичечную головку, маленькое количество маточного молочка, кладете на язык и закрываете баночку, убираете обратно в морозилку. Дорогие мои, и вот так вы можете принимать всю жизнь. Самое лучшее состояние витаминов, самое лучшее состояние и самый лучший способ поднять себе иммунитет. Невероятный способ очистить организм, я проверял на себе, на своей семье, на своих детях. Итак, дорогие мои, опережаю вопрос, что многие пчеловоды смотрят большими круглыми глазами на маточное молочко. Да? Да. Вот это такая уникальная вещь, почему я вам постоянно об этом говорю. А да, потому что люди не знают. Они не знают, это недооцененный актив, да, то есть это обладает феноменальной способностью, но, к сожалению, большинство людей не знает. Если пчеловоды делают большие круглые глаза, то это горе пчеловоды. То есть вы им просто говорите, дорогие пчеловоды, достаете любую рамку сот и смотрите, а все ли соты одинакового размера? Вот соты, которые больше по размеру, это и есть маточник. То есть это соты, в которых находится маточное молочко. Они больше по размеру, и там именно то питание, которым кормят матку или трутник. Они, как правило, идут сразу группой. Маточник идет группой, то есть это не одна сота, а вместе, то есть они прям видны, как бы куст. Вот на сотах. Вопрос такой, что благодаря курсам Норбекова человек много достиг жизни, немножко поверил в свои силы и улучшил свой характер, материальное благополучие, и многие люди его перестали понимать, типа наши люди в булочную на машине не ездят, и где в маленьком городе найти круг других знакомых? Новых знакомых, да, схожих по характеру. Я не знаю, насколько ваш город маленький, но в любом городе всегда есть интеллигенция, которая не живет сегодняшним днем, а читает Булгакова, читает Булока и немножко смотрит на жизнь с высоты. Общайтесь всегда с интеллигентными людьми, дорогие мои. Это могут быть школьные учителя, это могут быть профессиональные врачи и так далее. Поэтому расширяйте круг знакомых. Ну или, как говорится, уезжайте из маленького города, если уж совсем он маленький. А если у человека удален аппендицит, надо ли ему принимать пробиотики до конца жизни? Дорогие, не знаю. Многие люди даже не знают такое слово «пробиотики», хотя им тоже удалили аппендицит. Поэтому не могу ответить квалифицированно на ваш вопрос, не понимаю его. Как полностью и осознанно сдаться Богу и приметрую ученика. Ну вот видите, люди все разные, и я бы даже никогда не предположил, что бывают такие вопросы. Принять внутренние решения. Принять внутренние решения, если мы верим, что Бог любит нас, а какой смысл так жить в этой жизни, если Бог нас не любит, да? Как бы наша жизнь, это же не мазохизм. По-настоящему верующие люди, которые воспринимают вот эту христианскую парадигму, что Бог есть любовь, да, помните, Иисус Христос на вопрос, что самое главное в Ветхом Завете ответил, что Бог есть любовь. Что самое главное в законе Моисея. Поэтому, если вы принимаете, что Бог есть любовь, соответственно, вы говорите себе таким внутренним, мощным, сильным голосом, да? Я принимаю бесконечную любовь Бога по отношению ко мне. Если вы находитесь в этом состоянии, то, как говорится, все, что происходит, все к лучшему. Если вы боретесь с жизнью, если вы боретесь, если вы считаете, что все с трудом и все невозможно, то извините. Все, что у вас будет происходить в жизни, все будет к худшему. Есть везючие люди, им фаркит постоянно, они все легко добиваются. Вот это вот как раз состояние не борьбы с жизнью и не конфликта с жизнью, а принятия жизни. Если вы открываете свой мозг для любви к Богу, к сожалению, мозг мешает нам воспринимать этот мир в силу того, как его воспитали и что в него заложили. Если вы разрешаете своему мозгу, говорите, вот я представляю, да, мой мозг никогда это не представлял, а я представляю, что вся вселенная наполнена любовью, светом, благодатью, нежностью, и что вся эта нежность наполнена ко мне. Помните, как в молитве у христиану, что Бог есть Отец наш Небесный, что Бог есть нас любовью. И когда вы представляете, что все ваше будущее наполнено белым светом, что все ваше будущее наполнено нежностью, исключительным стадострастным состоянием, любовью, что вы живете в океане любви, и все ваше будущее наполнено в любовь. И, как говорится, чтобы вы были счастливы, это прекрасная задача. Но если вы верите в Бога и верите, что Бог ваш родитель, соответственно, родители бы хотели, чтобы их дети были счастливы, наверное, в 10 раз больше, чем сами дети бы хотели, чтобы они были счастливы. Поэтому задача, чтобы вы были счастливы, это задача Бога. Это для верующих людей, раз уж вы задали такой вопрос. Поэтому, дорогие мои, есть люди, есть люди, которые при слове Бог испытывают невероятный экстаз. Есть люди, которых при слове Бог текут слезы счастья. Это те люди, которые воспринимают Бога не как абстракцию, а как реальность. Но, опять же, это для верующих людей у всех же разная степень веры. И все по-разному воспринимают Бога. Кто-то воспринимает его как с трезубцем, седого дядечку, сидящих на облаках. А кто-то воспринимает как энергию, которая создала эту жизнь. Здесь, как говорится, всем нам удачи в познании вот этого огромного и неизвестного. Я сам, дорогие мои, часто задумываюсь на ту же тему, на которую вы задали вопрос. И я бы хотел, если честно сказать, открыть свой мозг и испытывать, чувствовать вот эту бесконечную любовь к Богу. Помните, как есть в христианстве такая парадигма о первородном грехе. И первородный грех о том, что когда мы рождаемся, мы уже имеем некоторый грех. А что такое грех? Грех – это наше расстояние до Господа Бога. Когда мы врем, когда мы лжесвидетельствуем и любиваем, наше расстояние до Бога увеличивается, мы не чувствуем смысл жизни. Когда мы прощаем, когда мы миримся, когда мы заботимся о своих родителях, наше расстояние до Господа Бога уменьшается. У нас такое светлое, сладкое такое состояние. Я думаю, что каждый, кто мирился, каждый, кто прощал, испытывал вот это ощущение света, счастья, да, как бы легкости, такой на душе прекрасного состояния. Ну, вот Адам с Евой, они жили в рае, и у них не было первородного греха. То есть они Бога воспринимали как реальность, они разговаривали с Богом. А мы лишь стремимся к Нему, мы не воспринимаем, к сожалению, Бога как реальность. Для нас он немножко абстракция. А вот если вы начнете воспринять Бога как реальность, если вы начнете советоваться с Ним, если вы начнете разговаривать с Ним, то можно считать, что расстояние до Него вы сократили максимально. И люди, которые открыли свой мозг для этого, да, как бы, разрешили себе представили это и чувствуют, и видят эту любовь к Богу. То, что называется просветленные люди. Я бы хотел стать таким человеком. Может быть, пока, к сожалению, я вот в силу косности своего мышления не всегда это испытываю. Давайте следующий вопрос. Как поднять настроение после сна? Что-то кошмары приснились, что ли? Примите душ, дорогие мои, примите душ. Дыхательная гимнастика тоже очень сильно бодрит. Капилляры раскрывают бодрость. Мощных, сильных 10 вдохов. Но только не сразу, а с паузами. Вдох, 2-3 обычных вдоха. Сильный вдох, 2-3 обычных вдоха. Сильный вдох, 2-3 обычных вдоха. Капилляры раскрываются. Бодрость, энергия, все. Даже если вы наелись пивненья на ночь, вам приснилась всякая гадость, то, сделав дыхательную гимнастику, вы будете бодри, свежее и энергичнее. Что не рекомендуется делать беременными системами Норбекова? Резкие движения. Резкие движения, какие-то сильные эмоциональные упражнения, типа прощения, когда мы вспоминаем обиди, да нежелательно, дорогие мои, во время беременности концентрироваться на негативе. Вспоминать то, что вам там в школе не вернул, и так далее, кто у вас сломал карандаш Кахинор. Больше радоваться, больше благодарить. То есть обычная техника безопасности чувствовать себя, не переутомляться. Просто не переутомляться. Мы не берем беременных, потому что наши занятия групповые, и беременный человек может немножко равняться на соседей и делать в их же темпе. А задача беременной женщины прислушиваться к себе и хотя бы раз в день после еды полежать. Даже 40 минут, полчасика. Даже если не хочешь спать. Просто в обед полежите, немножко, чуть-чуть запас прочности, иммунитет, прочную нервную систему поднакопите себе, чтобы не было у вас состояния переутомнения. Не переутомляйтесь. Очень хороший вопрос, дорогие мои. Когда в 18 лет смотрели на небо, было такое возвышенное состояние, а вот прошло много-много лет, и смотрим на небо в возвышенном состоянии. Все верно. В юности мы более романтичны, более верим в прекрасное и более видим красивое вокруг. С возрастом, к сожалению, проблемы, жилищные проблемы, где надо жить, что надо кушать, проблемы со здоровьем и так далее, и так далее, и так далее. И уже больше практицизма и меньше романтики. Меньше видим прекрасное вокруг. Что потеряли? Да юность души потеряли, дорогие мои. В юности, как мы нюхали хлеб, когда несли его из хлеба домой, что не могли удержаться, и откусывали. А теперь вы спокойно берете хлеб и несете домой. Хотите вернуть себе вкус жизни? Нюхайте еду, перечнем ее кушать. Вот кушайте, а вы возьмите и не кушайте. Сначала понюхайте пряник, а потом кусайте. Понюхайте кусок хлеба, а потом кусайте. Понюхайте молоко, а потом кусайте вкус жизни. Вкус жизни. Прежде чем просто жрать, дорогие мои, насладитесь ароматом, наслаждайтесь жизнью. И второй вопрос в этой же стезиду. Продолжение вопроса, дорогие мои. А, да. Когда человек пьет чай, механически говорит, и что он упускает? Для начала, для начала, дорогие мои, допустим, вы были бедными, ваши родители были бедными, богатство для вас кажется чудом. Или, допустим, бывают женщины, которые пытаются все контролировать, и она хочет научиться такую черту характера, как доверять, принимать заботу и никого не контролировать. Вы берете чай и говорите, я богатый. Ну, чай вызывает удовольствие, потому слово богатый потихонечку начнет вызывать вот у вас удовольствие, и выпиваете, как бы психологически, принимаете это внутрь, это психологически, если вы делаете это формально, это неплохо. Это неплохо. Как бы оценка 3, это же оценка удовлетворительная. Лучше, конечно, если в этот момент вы представите, воображение гораздо сильнее слов, но если вы просто говорите, уже хорошо, уже хорошо, но если вы представите себя на берегу Женевского озера, на крылечке, вот за вами прекрасный, роскошный особняк, прекрасный, роскошный дом, это будет гораздо лучше. Если женщина говорит, я принимаю заботу от мужчины и пью чай, кофе, лучше в этот момент представлять, как вот мужчины дарят цветы, ухаживают, а женщина всегда говорит, да, конечно. Жена, которая может говорить слово, да, конечно, гарантированно попадает в рай. Да, я иногда даю такое задание изменить интонацию, потому что есть такое понятие, как настроение, настроение, наши эмоции, чувства, радость, горе, печаль. Так вот, дорогие мои, интонация, это как раз то самое место, по которому человек выражает свое настроение, то есть интонация и настроение, это одно и то же. Как понять, в каком человеке настроение, в каком человеке настроение, как понять, ты слушаешь ему интонацию. Если у человека голос уверенный, четкий, сильный, вот вы знаете, я сомневаюсь в этой жизни, у меня, наверное, не получится ничего, конечно, вы не верите, потому что интонация выдает другое настроение. А если человек говорит, я счастливый, я жизнерадостный, я сексуальный, опять интонация выдала, да, как бы вроде текст хороший, мысли хорошие, но энергии нет, потому что эмоции и энергии, это синонимы. Итак, дорогие мои, какая интонация должна быть у женщин? Как бы это ни казалось вам, да, немножко утрированным или необычным, интонация у женщин должна быть нежной и сексуальной. Какая интонация должна быть у мужчин? Уверенная, жизнерадостная, энергичная. Как говорится, интонация, как Люшкина, нам не подходит. Это не к нам, да, к нам интонация Владимира Семеновича Высоцкого, который даже грустные песни пел, но так, что жить хотелось. Интонация и настроение, поэтому многие люди не могут внешне, да, как бы, что тренировать, как тренировать. Самый простой способ. У мужчин должна быть мужская, мощная, сильная, хорошая интонация. у женщин, у женщин, дорогие мои, интонация должна быть душевная, интонация должна быть ласковая, потому что ласковые слова женщин на мужчин действуют гипнотически. Как работать с клеточной памятью и образом молодости, вы вспоминаете себя, клеточная память считается это рефлексом. Мы все были молодые, поэтому, и мы были молодые достаточно долго, поэтому на рефлекторном уровне это есть. Это вот как ездить на велосипеде, это клеточная память, другое название рефлексов. Если вы ездили на велосипеде достаточно долго, а не два дня, то вы помните это всю жизнь. Также, когда вы представляете себя 16-летним, лучше даже взять фотографии себя с первого курса института или с выпускного вечера и представляете себе такая талия, такие бедра, такая походка, такая осанка, то и настроение у вас станет такими, и мысли у вас станут такими. А чем отличается образ молодости от образа совершенства? Дело в том, что некоторые в молодости носили очки, поэтому они берут себя молодыми, но немножко чуть-чуть рихтует этот образ и из образа молодости делают не просто образ молодости, а образ молодости плюс образ совершенства, то есть представляют себя без очков. Ну, мало ли, вдруг вы на выпуск, но вечер в очках пошли. Кто ж его знает. А очки нам не нужны, то есть... А некоторые, знаете, в 16 лет там в аварию попали, в больнице были и так далее. Ну, подрихтуйте, сделайте 20 лет. А кто-то диабет имел, да, там, с 7 лет, и у него в 16 лет он был с диабетом. Ну, оставьте юный молодой состояние, ну, чуть-чуть подрихтуйте себя, сделайте себя без диабета. Пожалуйста, следующий вопрос. Как отличать главных мелочей и видеть цвет вещей? Ну, близко, близко. Как отличать главных мелочей? Практиковать, практиковать, практиковать. Сложно, сложно, дорогие мои, сказать. Это также вопрос, если вы у меня спросили, как думать? Ну, думать, да, чем чаще думаешь, тем больше получается думать. Здесь то же самое. Чем больше будете учиться отличать главных мелочей, тем больше будете это делать. Мне сложно ответить, дорогие мои, этот вопрос. Расскажите концептуально, как вылечить щитовидку печени сосудами. Дорогие мои, если можно задавать вопросы простыми словами, я же тоже стараюсь не употреблять латынь. Дорогие мои, щитовидка очень хорошо лечит с упражнением образное дыхание. Сделайте вдох, выдох, выдох мысленный, очень медленно, очень размеренно. На вдохе рефлектор на сосудике сжимается, на выдохе рефлектор на сосудике расширяется. Идет очень хорошая капиллярная гимнастика, сосудистая гимнастика, и щитовидка быстро приходит в норму. Такой быстро изменчивый орган. Что касается, как восстановить сосуды, надо узнать чуть поподробнее, что с вашими сосудами. Очень часто помогает дыхательная гимнастика, очень часто помогает ощущение передвижения, тепла, покалывания, прохлады по конечностям. То есть из правой ноги через таз в левую ногу, из левой ноги вверх по позвоночнику, до шеи, потом в правую руку, опять до шеи в левую руку, опять до шеи, по позвоночнику обратно в правую ногу. То есть затрагивая все сосуды тела, сначала ощущение тепла, опять же расширяются капиллярчики, потом на ощущениях прохлады сужаются. Плюс покалывание, активизация мерных окончаний. Ну, а что касается печени, там очень много упражнений, дорогие мои. Можно сделать упражнение, то, что называется, любимый орган, когда мы добрые нежные чувства посылаем, и ощущение ТПХ, да, тепла, покалывание, прохлада, вверх-вниз, вверх-вправо, вперед-назад, круговые движения. Опять же, образное дыхание, опять же, упражнение коррекции органов, когда мы концентрируем внимание и представляем то, что нам нужно, и с хорошим настроением фиксируем этот рефлекс. Достаточно много упражнений на печень, дорогие мои. Итак, последний вопрос. Кто задал? Вопрос. Как повысить у женщин женское желание интимных отношений? Хочется его повысить, хочется хотеть больше интимных отношений, но вот так получилось, что хочется меньше, да? Хороший, глубокий вопрос, дорогие мои. Разрешите с вашего разрешения, я подумаю на этот вопрос, и завтра мы с него и начнем. Итак, мы встречаемся с вами завтра в 22.20. Успевайте, дорогие мои, задавайте вопросы по тем методикам, которые мы бесплатно выложили в YouTube. Занимайтесь, пожалуйста, занимайтесь, будьте здоровыми, счастливыми, активными. Чем хороши все эти методики? Они делают человека самостоятельным. Все упражнения вы делаете сами, потеете сами и гордитесь, и уважаете, и ориентируйтесь на свою силу воли, на свое упорство. Дорогие мои, 26 числа, к сожалению, наш месячный выпуск программы 900 секунд заканчивается. Успевайте. Успевайте, нам будет очень жалко расставаться с вами на августовский отпуск. Мы встретимся потом с вами в сентябре. Используемся последними 3 днями, дорогие мои. Наиболее эффективно. Завтра в 22.20. До свидания.